Ротвейлер – это очень надежная и мужественная порода. На сегодняшний день лучшее качество ротвейлера – это его выносливость, спокойный и уравновешенный нрав. Миллионы людей во всем мире уже совсем давно оценили преданность, добродушие и главное – ум ротвейлера, к тому же данная порода считается самой популярной уже долгое время. Купив такую прекрасную породу вы будете всегда в безопасности от грабителей. Собака ротвейлер за всю свою историю попробовала очень много различных профессий. Были пастухами, охраняли различные магазины и жилые дома, а также работали в полиции. В этой породе больше всего ценится высокий интеллект и бесстрашие, именно поэтому для него нет невозможного. Ротвейлер – одна из самых знаменитых пород в мире, в том числе и в России. Иметь рядом с собой такого храброго друга мечтают многие, но собака ротвейлер не подходит для каждого человека. Ей нужен авторитет, в котором она будет признавать уверенного в себе хозяина. И поэтому, прежде чем у вас появится ротвейлер, взвесьте все минусы и плюсы и подумайте, готовы ли вы к воспитанию такой серьезной породии собак. Своё название ротвейлеры получили, так как зародились в городе Ротвейл в Германии. Этот город был центральным представителем торговли скота. Горожане использовали ротвейлеров в работе во благо себе, они прицепляли к ним тележки с мясом и гнали на продажу, и ни один грабитель не мог украсть повозку с мясом. Ротвейлеры появились в СССР только еще после Второй мировой войны. В настоящее время порода собак ротвейлер относится к служебным собакам. Его зачастую используют в армии или полиции, также он предназначен, как телохранитель и поисковый пес. В такой активной, атлетического телосложения собаке необходима физическая нагрузка и спортивные игры, длительные прогулки. Если вы решили приобрести ротвейлера с ее сложным характером и инстинктом, будьте готовы к трудностям с ее дрессировкой и воспитанием. К такой собаке нужно относиться спокойно и адекватно, чтобы собака не нервничала и была спокойна при различных обучениях. С малых лет приучите собаку к наморднику. Воспитав правильно вашего пса, он станет вашим надежным телохранителем и верным другом. Различные болезни собак, которые чаще всего проявляются у данной породы, это в связи с поражением нервной системы, после чего влечет за собой эпилепсию и энцефалит. Эпилепсия может передаваться по наследству. Большинство заводчиков не отдают таких собак, а отбирают щенят. Как и у любой другой собаки, нужно зачастую осматривать уши собаки. С раннего возраста приучите ротвейлера спокойно отнестись к чистке ушей. Всю грязь, собранную в ушах можно убирать сухим или обработанным перекисью водорода ватным тампоном. Также не забывайте обращать внимание на глаза вашей собаки. Если глаза грязные, протрите их сухой салфеткой или обработайте в марганцовке ватную палочку. Если же у собаки появились покраснения или много выделения, лучше всего обратитесь в датвичебницу. Стальные зубы ротвейлера тоже требуют ухода. Если за ними не следить, то появляется зубной камень, что может повлиять к воспалению дёте. Чистить можно, давая погрызть собаке сырую говяжью кость. Также подойдет и пластиковая, главное чтобы была изжога. Либо вы можете чистить зубы с помощью специальной зубной щеткой и пастой, которые продаются в специальных магазинах для животных. Проделывать такую чистку нужно хотя бы один раз в неделю. Примерно один-один-два раза в месяц требуется подстригать собаке когти. Такой процесс может затруднить вас, так как когти ротвейлера достаточно плотно прилегают к живой ткани. Поэтому, если вы боитесь поранить вашего любимца, лучше всего обратитесь за помощью к ветеринару. Расчесывать собаку ротвейлер нужно примерно 2-3 раза в месяц. Это нужно для сохранения блеска и гладкости. Мыть собаку можно по мере ее загрязнения. Линька у ротвейлеров проходит 2 раза в год на протяжении всего месяца. Особых неудобств линька не приносят, потому что шерсть данной породы гладкая и короткая, она легко убирается, так как не прилипает к одежде. На ваше усмотрение, вы можете кормить собаку натуральной пищей или сухим кормом. Сухие корма нужно предварительно размачивать, чтобы легче было употреблять вашему питомцу. В основу рациона собаки ротвейлера должен входить супродукты и мясо. При кормлении сухим кормом часть мяса можно снизить. Добавить рыбу в рацион можно после 2-5 месяцев. Молоко требуется только щенкам до 3 месяцев. У взрослых молоко может вызвать понос. Открою небольшой секрет. Самым любимым лакомством ротвейлера является сыр. Также в его питание входят рис, гречка и овзянька. Перловка крайне нежелательна, а вот горох и фасоль категорически не допускаются. Никогда не давайте собаке трубчатые кости. Они могут травмировать вашего питомца или привести к болезни. И что еще нужно запомнить, так это то, что ни в коем случае не нужно давать собаке сладкое. Безусловно, ротвейлер бойцовская собака и если вы собираетесь воспитывать собаку самостоятельно нужно начинать это с первого его появления в вашем доме. Собаки такой породы признают только одного хозяина. Ротвейлер – это спокойная и уравновешенная собака. В обучении ротвейлер не вызовет у вас особых проблем. Выработанные вами навыки собака запоминает еще очень надолго. Старайтесь проводить с собакой как можно больше времени, находите время чтобы просто погулять в парках, разговаривайте с вашим питомцем, играйте и тогда вы получите преданного и верного компаньона, который всегда будет готов прийти к вам на помощь. Если вам нужна служебная собака, то ротвейлер отлично справится с заданием. Эти собаки решительные, смелые, выносливые и уравновешенные. Любят движение. Ротвейлеры не только мощные по виду, но и очень сильные. Они не доверяют посторонними и обладают независимым характером. Любят одиночество, то есть они не просят ежеминутного внимания своей особи. Если завидят другую собаку, то может вступить с ней в собачий спор, а то и драку. Поэтому, необходимо это учитывать при обучении собаки. Желательно с ротвейлерами побольше гулять, бег для них – это необходимость.